Бэмби и в джунглях Идея превратить сказки в балетные постановки возникла у режиссера Анны Матисон. В итоге ими даже открывали 15-й международный фестиваль балета «Мариинский». Это стало событием в культурной жизни Петербурга и вскоре спектакли вошли в постоянный репертуар театра. Вместе с Анной Матисон, которая выступила автором либретто и художником-постановщиком, оба балета ставил известный хореограф «Мариинской труппы» Антон Пимонов. Мы постарались сделать акцент на зверях, чтобы они вели себя как люди. То есть у нас немножечко такой обратный переворот получился. То есть звери у нас больше как люди себя ведут, а люди больше как звери. Вот такая особенность у нас наблюдается во всех двух актах. Авторы постановки подчеркивают, ничего общего с известным мультфильмом студии Диснея у спектакля нет. Их сюжет основан на романах австрийского писателя Феликса Зальтена «Бэмби и дети Бэмби». Акцента на сложные технические моменты в спектаклях не делали. По словам Антона Пимонова, это скорее легко читаемый хореографический язык для юного зрителя. Интересно, что именно для приморской публики в спектакле усилили образ тигра. Ведь один из премьерных показов пройдет 25 сентября, как раз в тот день, когда во Владивостоке будут праздновать День тигра. Балетная идеология для всей семьи Бэмби и в джунглях идет в один вечер. Первые ее показы специально запланированы на субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября. Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на Восьмом.